В России это восточное увлечение очень популярно. Есть две разновидности игры в нарды. Игра в короткие и длинные нарды. Есть игра в длинные нарды, есть в короткие. В короткие это более сложная игра, там надо думать, это как шахнутые, но совокупность шахнут и камней. А длинные нарды, тут 80% отведения зависит от умения играть. То есть как бросить кости? Да, ну скажем так, игра длиннее, можно сказать даже так. В Доме культуры Альфа существует свой кружок по игре в длинные нарды. Посетители этой секции решили провести первый общегородской турнир. Интересную задумку воплотили в жизнь. На соревнованиях присутствовали не только представители секции, но и простые любители этой игры. И очень радует, мы не думали, что у нас будет столько участников, поэтому пришли люди со стороны и это радует. Один из таких любителей Лариса Шибаева. Уроженка Баку с детства увлекается игрой в длинные нарды. Свою любовь она привила мужу и внукам. Можно смело сказать, что для женщины это семейное хобби. Получилось, что Лариса была единственной представительницей прекрасного пола на этих состязаниях. Как призналась участница, играть в мужской компании ей привычно. Сегодня сверху уже выиграю, у меня на дате тоже мужчины, кто хотят, пожалуйста, что... Несмотря на тот факт, что сама по себе эта игра довольно скоротечна, турнир затянулся. Дело в том, что на этих выходных состоялся лишь первый этап соревнований. Из 20 участников квалификацию прошли около 10. Именно они в следующий уикенд выявят победителя первого городского турнира по игре в длинные нарды. Продолжение следует...